Сочи оправляется после удара стихии. Этой ночью на город обрушился ливень, который лишил курорт автомобильного ИЖД сообщения. В краевом бюджете зарезервирован 1 миллиард для выплат пострадавшим от стихии. Поручение дал губернатор Кондратьев. С начала года сочинская таможня завела более тысячи дел. Два из них по контрабанде наркотиков. Итоги озвучили на праздничном совещании. Я один из тех, кого воспитал комсомол. Так в музее Островского назвали выставку, посвященную столетию ВЛКС. Сочи оправляется после удара стихии. Этой ночью на город обрушился ливень, который подтопил сразу несколько населенных пунктов. В результате обрушился участок федеральной трассы Джубга-Сочи. Автомобильное сообщение прервано. Из-за подтопления пути обрушения ЖД дороги в Лазаревском задерживаются поезда. На курорте в отдельных районах введен режим локальной ЧС. В Сочи всю ночь работал оперативный штаб. Организацию работ по ликвидации последствий стихии сегодня обсудили на заседании комиссии по ЧС. Подробнее Инга Габешия. За 15 часов в Сочи выпала месячная норма осадков. Пик паводка пришелся на ночные и утренние часы. Реки вышли из берегов. В озера превратились и дороги курорта. Подтопленными, как обычно, в такую погоду оказались трассы Адлера. В разных районах города вода без стука зашла в частные дома и подъезды многоквартирных домов. С утра созданные районными администрациями комиссии начали подворовые обходы для оценки ущерба. Это у нас Костелло, это у нас Авиационное, это у нас, опять же, на Кудепсте, там, Искра, да, зашла вода. Значит, это у нас в Дагомысе Армавирское зашла вода. Это у нас, значит, в Макапсе улицы, две маленькие, там, там, 10, нет, 18 домов, да, вот, и 20 домов в Аше. Значит, вода зашла и во дворы. Надо помочь это вычистить. Природа вчера поиспытывала нас серьезно. Сработали прошлую ночь на самом высоком уровне. Администрация города работает, она все держит под контролем, она никогда не подведет своих жителей. В Хосте бурлящие потоки добрались до подоконников больницы номер 3. Эвакуировать пациентов не пришлось. На первом этаже медучреждения располагаются административные кабинеты. Подтопила лишь склад с продуктами. Восполнить запасы больницы мэр поручил управлению потребительского рынка. Надо будет посмотреть, какое количество нужно восстановить там овощей, фруктов, какие там, значит, крупы. Надо восстановить. Для больницы это просто кровоизносо. Вместе с ливнем на Сочи обрушился и ураганный ветер, из-за которого этой ночью не спали автовладельцы. Многие решили перестраховаться и привязали свои машины к деревьям. Хотя и сами растения этой ночью валило десятками. В объективы камер очевидцев попали и более масштабные разрушения. Основным стало повреждение автодорожного моста Джубга-Сочи. В районе Макапсе разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. В итоге автомобильное сообщение на курорт со вчерашнего вечера прервано. К месту происшествия стянута техника, однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы. Начнутся они, как только спадет вода. По расчетам специалистов, полноценное восстановление движения по федеральной трассе может занять до двух суток. Как минимум два-двое суток мы останемся без сообщения и автомобильного и железнодорожного. По всем отраслям здравоохранения, образования, там где есть питание, в детских садах, надо проверить все на эти два дня. Хватает? Если не хватает с Андреем Юрьевичем. Андрей Юрьевич, вы внимательнейшим образом занимаетесь тем, чтобы полностью контроль был за тем, чтобы в магазинах все было. Город обеспечен всем необходимым, отмечает Андрей Никончук. Впрок закупаться не стоит. Продуктовые магазины работают бесперебойно. То же касается и заправочных станций. На сегодняшний момент ведется мониторинг всех предприятий оптовой торговли и роничной сети. Хочу сразу сказать наорожителям города Сочи, что не было никаких разговоров для паники. Запас, который позволит не вымывать ассортимент продукции, хватит не только на двое суток, но и больше. Мы имеем достаточно хороший запас продукции. Не добраться в Сочи сейчас и по железной дороге. Пути подтоплены, обрушена жидой дорога в Лазаревском районе. Пассажиры эту ночь провели без стука колес. Поездам и электричкам пришлось совершить незапланированную многочасовую остановку. Людей на автобусах вывезли, а вот саму дорогу восстановят не раньше, чем через три дня. Что касается жизнедеятельности самого курорта, то сейчас она восстанавливается. Идет ремонт на водоводах и газопроводе. Отрезанными от газоснабжения оказались 320 домов в поселке Волковка. Повреждены и 20 трансформаторных подстанций. Количество сил, средств и бригад более чем достаточно. Я думаю, до конца сегодняшних суток мы всех перезапитаем. Из-за отсутствия электричества сегодня в Сочи не открылись и несколько школ. Отменены занятия и прием детей в семи образовательных организациях. Это Адлер и Лазаревка, естественно. Ну там, где либо подходов нет к школе или детскому саду, либо нет ни света, ни воды. Ни одно образовательное учреждение не подтоплено, то есть не зашла вода. Оперативный штаб отметил, Пахомов сработал на высшем уровне. Благодаря слаженной работе удалось избежать жертв. Ликвидация же последствий стихий еще не завершена. К слову, за каждым членом комиссии ПЧС закреплена улица курорта. Ситуация под контролем, подчеркивают власти. Меньше всего от непогоды пострадал центральный район курорта. Здесь случаев подтопления не отмечено, но всего один факт отключения электричества. Поваленные деревья к раннему утру были распилены и вывезены. Уровень воды в реке Сочи остается ниже критических отметок. Сегодня ночью ожидается временное улучшение погоды. Ну а завтра в пятницу опять дождь, но менее интенсивный. И тем не менее, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение с грозами, дождем, ветром и паводками. По прогнозу Сочинского гидрометеоцентра, стихия отступит 27 октября. Инга Габешия, Владимир Киселев, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На Кубани оценивают предварительный ущерб от потопа. В Туапсинском, Абширонском районах и в Сочи созданы мобильные группы. Специалисты пройдут по всем территориям, пострадавшим от ливня. Большая вода пришла в 28 населенных пунктов. Повреждения получили около 2000 домов. Пострадали более 5,5 тысяч человек. Губернатор Краснодарского края сегодня приехал в Туапсе. Там он провел экстренное совещание. Венемин Кондратьев дал поручение максимально быстро оценить ущерб и приступить к выплатам всем, кто пострадал от наводнения. Правая база должна быть полностью готова на возмещение ущерба, частичного, полного. И если будет утрата жилья, то есть мы должны здесь ни в коем случае не догонять ситуацию, не дожидаться возмущения людей, а работать на опережение. Еще раз подчеркиваю. Правая база в течение суток должна быть готова. По компенсациям, то есть я поручаю заместелю губернатора Галаси Игоря Петровича предусмотреть уже сегодня, зарезервировать средства в размере предварительного ущерба 1 миллиард рублей в кривом бюджете для того, чтобы мы могли своевременно провести компенсацию тем, кто пострадал от чрезвычайной ситуации. Кроме этого, глава региона потребовал подготовить дополнительные эвакуационные пункты на случай, если вновь понадобится вывозить людей с подтопленных территорий. Синоптики передают неутешительный прогноз. До конца этих суток на территории Туапсинского, Абширонского районов и Сочи дожди продолжатся, а потом грозовой фронт направится на Мостовские и Отрадненские районы. Ну и к другим новостям. Сегодня депутаты проголосовали за ликвидацию управления здравоохранения администрации города. Почему на курорте не будет муниципального контроля над больницами и поликлиниками стало известно на сессии городского собрания Сочи. Все больницы и поликлиники курорта находятся в краевой собственности. В видении Министерства здравоохранения Краснодарского края передано 19 лечебных учреждений согласно федеральному законодательству. Соответственно иметь в штате администрации управление на муниципальные средства для управления краевыми это не соответствует законодательству. Поэтому было принято решение его ликвидации. Но еще раз говорю, что это не означает, что никакого органа координирующего деятельность лечебных учреждений в городе Сочи не будет. Будет территориальное управление. Виктор Филонов также отметил, что передача полномочий не скажется на работе медицинского корпуса Сочи. Контроль за качеством медицинских услуг будет вести территориальное управление Краевого министерства здравоохранения. Тем не менее депутаты городского собрания Сочи при принятии решения договорились до 1 декабря провести заседание с участием представителей края. Задать волнующие вопросы в части медицинского обслуживания сочинцев. Кроме того, в новый финансовый год лучше входить без долгов. Поэтому народные избранники сегодня откорректировали бюджет города. Это дополнительные, которые получили 104 миллиона из края. Это для того, чтобы завершить строительные работы у нас по лечебным учреждениям. Это конкретно первая больница в Лазаревской. Это инфекционное отделение. Ну и строительство школ и детских садов. То, которая вторая часть на отрасль образования. Это раз. Второе. Откорректированы и восстановлены те средства, которые были сняты с отраслей на необходимые нужды. Сейчас мы их восстановили. И то, что было в бюджете, то мы его привели в соответствие, что бюджет был полностью выполнен. Также сегодня депутаты городского собрания Сочи проголосовали за приведение в соответствие структуры местного самоуправления, конкретно в Лазаревском районе Сочи. На восьми территориях были сформированы ТОСы. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 26 октября в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем 13-15 градусов выше нуля. Выставка православия, монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира. Встреча с духовенством, православные товары, освещенные продукты, мед. С 23 по 28 октября. Гранд-отель «Жемчужина». Горячую линию для подростков планируют открыть на Кубани. С таким предложением выступил Вениамин Кондратьев на заседании антитеррористической комиссии. В Краснодаре накануне говорили о трагедии, которая произошла в Керчи. Там студент колледжа расстрелял своих сокурсников и преподавателей. Чтобы подобное не произошло в крае, глава региона поручил сформировать межведомственную группу и разработать стратегию по борьбе с подростковым экстремизмом. По мнению губернатора, проблема требует комплексного решения. С подробностями наши краснодарские коллеги. Учебные заведения Кубани находятся под надежной защитой. Школы и колледжи оборудованы по последнему слову техники. Камеры видеонаблюдения, турникеты и металлические рамки. Все, чтобы обезопасить школьников и подростков. Сегодня мы решили проверить, сможет ли совершенно посторонний человек попасть на порог одного из техников Краснодара. Без пропуска студенческого в руках только паспорт. Вооружившись скрытой камерой, подходим к краснодарскому политехническому техникуму. По периметру здания забор десятки камер видеонаблюдения. В объектив попадают все, кто заходит на территорию. На пропускном пункте нас встречает охрана. Легенда проста. Студенческий забыла дома. Из документов только паспорт. Дальше КПП не пропускают. Позже, раскрыв все карты, точнее камеры съемочной группы попадают в техникум. Охранник рассказывает нам, как на входе проверяет студентов. Осматривают даже содержимое сумок. Качественная система охраны лишь одна из составляющих безопасности. Жестокий урок керченской трагедии показывает, что к проблеме защиты детей нужно подходить комплексно, начиная с ранних лет. Как понять, что у ребенка проблема в семье или он попал под влияние экстремистов? И что самое главное, как ему помочь? Об этом говорили сегодня на заседании Краевой антитеррористической комиссии. Совещание началось с минуты молчания. В зале около 500 человек. Руководители управления ФСБ, прокуратуры и полиции, педагогический состав учебных заведений края, главы районов и профильных ведомств. Остаться равнодушным в вопросе воспитания детей нельзя. Учителя должны быть не только наставниками, но и друзьями, напоминает губернатор Вениамин Кондратьев. Если мы не берем его в свое общество, они создают себе свои общества. И неважно, это будет на улицах или в интернете, там, где их понимают, там, где их чувствуют, где с ними разговаривают. Вместо того, чтобы как-то попытаться скорректировать, стать ему другом, почувствовать, в чем проблема его внутренняя, мы оставляем его самим с собой. Коллеги, вы в первую очередь педагоги. Вот с 7 лет до 15, когда формирование идет чуть сильное, рядом, рядом, глаза в глаза с нашей молодежью. Сигнал, как бы мы ни говорили, конечно, от вас. Передайте о том, что есть такая семья, есть такой подросток, есть подобная проблема. Классное руководство – это сегодня основа. Только педагог будет знать, кто у него в классе, кто у него в группе, какие способности, что нужно развивать, под чем нужно насторожиться, кому позвонить и правильно рассказать о судьбе того или иного подростка, обратиться в правоохранительные органы или достаточно побеседовать с родителями. Случаи показывают, что на сегодняшний день действительно где-то школа ограждает себя от общения не только с детьми, но и с родителями. Кубанские подростки должны иметь возможность быть услышанными и понятыми. Глава региона предложил вернуться к практике горячих линий, чтобы ребята могли рассказать о том, с чем не готовы поделиться даже с родителями и друзьями. По ту сторону трубки с молодым человеком будет разговаривать психолог. Возможно, один такой звонок спасет его от непоправимых ошибок. Может быть, вернутся к практике наших горячих линий. Они же в интернете сейчас ищут собеседника. А мальчишка, девчонка, который сам с собой пытается разговаривать, или на самом деле в нем зарождается, это недовольство, протест. Мог позвонить. Позвонить и по этому телефону пообщаться не с тем, кто хочет им воспользоваться. Этим мальчишкой, девчонкой, а все-таки профессиональный психолог. А здесь штат психологов тогда создать. И посмотрим, как эксперимент. Даст ли он свои плоды. А мы эти сигналы уже, понятно, будем пытаться работать. И естественную информацию, если психолог квалифицирует, что случай может быть очень ростеревожный, передавать уже в МВД. Один из серьезнейших вопросов. Неконтролируемая информация в интернете. В сети для детей нет запретного. И где та самая грань между развлечением и опасностью, Мениамин Кондратьев уверен. Одними запретами делу не поможешь. Молодежь нужно заинтересовать. И показать, что есть не только виртуальный мир. Должна быть заместительная терапия. Вот того, что сегодня происходит реально, в том числе интернет, среде по отношению к молодежи. Но мы должны замещаться чем-то. А тут не надо замещаться. Нужно просто вернуться к тому, что было изначально в нашей юности. Что-то было плохое? Нет. Давайте идеологию вернем в школу. Да, корректную, ненавязчивую. А традициях, принципах жизни нашего народа. Жесткие меры, они имеют скоротечный эффект. Поэтому нужно не жестко запретить, а вытеснить. Вытеснить, но не просто, а создав альтернативу того, во что они опять поверят. И тогда они уже к нам, опять в наше общество вернутся, даже если где-то блуждают. Мы должны на всех этапах, если вдруг, не дай бог, у кого-то есть планы совершить подобное, поставить заслон. В основе педагогики и три составляющих, говорит в своем докладе министр образования и науки края Елена Воробьева. Воспитание, разъяснительные работы и полезная занятость. Кубань – единственный регион, где еженедельно проводят уроки мужества. В школах также вели информационные пятиминутки. На них ученикам рассказывают о последних новостях края и страны. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Детям важно знать об истории родной Кубани. Меня глубоко потрясло из общения с одним из моих коллег, учителей. Такая тема, что очень много говорим, убеждаем, рассказываем. Но когда наши дети съездили на Малую Землю, они возвращались оттуда и практически два часа потрясенные молчали, потому что они наконец увидели и прикоснулись к тому, о чем мы так долго им рассказывали. Глава региона поручил своим заместителям создать межведомственную рабочую группу, задача которой – бороться с распространением идеологии экстремизма среди молодежи. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. На Кубани завершились сев озимых. Все работы аграрии успели провести в оптимальные сроки. Пшеницей в Краснодарском крае засеяно больше полутора миллионов гектаров полей, а ячменем свыше 130 тысяч гектаров. По словам Венимина Кондратьева, регион не испытывает дефицита ни в семенах, ни в минеральных удобрениях. Конечно, говорить о прогнозах на 2019 год пока рано. Однако отмечу, что перед сельхозтоваропроизводителями края, безусловно, стоит задача удержать воловой сбор зерновой группы культур на уровне 2018 года. Все необходимое для этого у нас есть. Кроме этого, в регионе до 28 тысяч гектаров увеличены пассивные площади под РАПС. Данная сельхозкультура востребована не только в России, но и на мировом рынке. По мнению Венимина Кондратьева, наращивание объемов производства РАПСа позволит укрепить экспортный потенциал Кубани. Сочинские таможенники сегодня принимали поздравления с профессиональным праздником. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники службы, а также представители ФСБ, пограничники, УВД и транспортные полицейские. Сочинская таможня ведет важнейшую работу по обеспечению экономической безопасности на юге страны. В этом году план по перечислению средств в федеральный бюджет таможни выполнен на 111%. В Сочи поставляли товары из 29 стран, включая Китай, Таиланд, Францию, Америку и Абхазию. С начала года сочинской таможни возбуждено более тысячи дел об административных правонарушениях и 8 уголовных дел, два из них по контрабанде наркотиков. Важную работу таможенники выполняли во время проведения Формулы-1, Сирийского конгресса, а также чемпионата мира по футболу. Во время мундиаля было проверено более 40 тонн багажа. Таможенный контроль прошли порядка 42 тысяч человек. В этом году напряженным периодом деятельности для всех государственных органов стал чемпионат мира по футболу. Успешное проведение этого крупнейшего спортивного соревнования обеспечивание его безопасности достигнуто в том числе благодаря сотрудничеству с УФСБ России по Краснодарскому краю, пограничным управлением, УВД по городу Сочи и другими контрольными органами. За вклад в защиту экономических интересов страны сотрудники таможни получили ведомственные награды и благодарность от руководства Сочи и края. «Я один из тех, кого воспитал комсомол», так в музее Островского назвали выставку, посвященную столетию ВЛКСМ. Самая крупная молодежная организация страны отмечает свой день рождения 29 октября. Экспонаты выставки рассказывают посетителям музея о шести периодах в истории комсомола. Они отмечены шестью орденами Родины за героический вклад молодежи в становление, защиту и развитие страны Советов. Коллекции музея представляют комсомольские билеты, самодельные в 20-е годы, пробитые пулями и залитые кровью героев Великой Отечественной. Плакаты и листовки 30-х годов, комсомольские путевки покорителей Целины и строителей БАМа, документы, фотографии интернациональных отрядов, космонавтов. Особый интерес представляют экспонаты, иллюстрирующие историю сочинской комсомольской организации. Один из уникальных экспонатов – диплом и нагрудный знак первого лауреата премии ленинского комсомола Николая Островского, автора культового романа «Как закалялась сталь». Вспомнить комсомольскую юность или впервые узнать достоверные факты истории страны можно в музее Островского до 18 ноября. Действующая чемпионка Европы Елена Никитина заняла первое место на Кубке России по скелетону. Он проходит с 25 по 26 октября на Олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи. Второе место заняла серебряный призер юниорского чемпионата мира Юлия Канакина, третье – Рината Хузина. По итогам Кубка России по скелетону определится состав команды на первые этапы Кубка мира. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok